Доброе утро, дорогие сёстры. Очень рада вас приветствовать. Аль-Хамду-Лилля, 15 дней Рамадана. Незаметно половина Рамадана уже позади. И мы с вами уже на 20-м дуа по счёту. В чат было отправлено администрации сообщение о том, чтобы вы дали обратную связь. Насколько вы заучили из этих 19 до этого дуа. Это какие у вас конспекты, тетради, которые вы завели. И сколько дуа у вас получилось из них заучить. Какие дуа вы используете в повседневной жизни или в намазе. Возможно, вы все их после намаза читаете подряд, просите у Аллаха. Или по каким-то определённым обстоятельствам читаете. Может, уже заучили все. Может, какую-то часть. Может, у вас есть самый полюбившийся дуа. То есть любое то, что может быть обратной связью, можете также написать в комментариях под тем сообщением, которое было написано несколько дней назад. Мы с вами, иншаллах, продолжаем. Двадцатая дуа — это дуа о порешении Аллаха об увеличении знаний. Да, это одно из самых наилучших дуа, которые мы всегда используем. И да, это самая наша основная миссия, одна из самых главных миссий в этой жизни — знать определённые знания. И это не только касается просто общих знаний. Это такие знания, которые важны в соблюдении законов, шариата Аллаха. То есть тот же намаз, который мы должны совершить, как правильно его совершить, как правильно брать омовение, а как правильно прежде приступать к совершению намаза, какие действия мы должны делать, какие слова говорить, какое положение рука должна быть, садить до земного поклона, поясного поклона. Каким образом мы должны правильно поститься, в какое время, от какого до какого времени мы должны совершать пятикратный намаз, именно когда совершать большое паломничество, какие там обряды есть. Ну и знания о чтении Кур'ана, какие есть правила Соблюдение адаба Ну и так далее То есть знания Это самое главное, что может быть В поклонении Аллаху То есть мы не можем просто так взять и поклоняться Так, как вздумается Направлять Свою кыблу в сторону Ту, которая вздумается То есть у нас получается Есть одно Такое единое целое Куда вся ума направляется В сторону Мекки Каабы Дома Аллаха Это для единства Как мы должны делать намерения И так далее То есть это всё, иншаллах Опирается, упирается в знания И эта дуа У нас в суре Поха приходит Поха Это тоже Такие буквы В алфавите Арабском алфавите С которых Начинается Начинается Одна из сур Священного Кур'ана И мы знаем И мы знаем Что есть несколько сур С которых Начинаются Аяты Именно с букв Они и подразделяются Как мадды Харфи Есть мад таби'и Харфи Есть мад лязьм Харфи Где мы шесть харакя Можем протянуть Вот в этом случае Алтога По два харакя Протягивая Читается Значение этих букв Известно Одному Аллаху Субхану Господи Приумножь Мои знания Многие из вас Уже используют Это дуа И если мы Немножко посмотрим На тофсер Этого дуа То Альмир Кулиев Переводит Как Превыше всего Аллах Вот этот аят Который длинный Начало Вот так и переводится Превыше всего Аллах Истинный царь Не торопись Читать Куран Пока Неспослание Откровение Тебе не будет Завершено И говори Господи Приумножь Мои знания Пророку Мухаммаду Салли Аллаху Лиссалям Куран Неспосылался В течение 23 лет Не было Такого Чтобы Раз и за Один день Он выучил Весь Куран Аллах Субхану Неспосылал В течение 23 лет В соответствии С событиями Да Он полностью Был Неспослан В Байт Аль-Изз На Байт Аль-Маммур Тот дом Который Находится Над Каабой На седьмом небе Куда Если один ангел Зайдет И поклонится Аллаху Субхану Атаали То Второй раз Он уже не зайдет То есть Такое огромное Количество ангелов Которые Постоянно Поклоняются Аллаху Да Были разные события Во время пророка Салли Аллах Лучше они понимали Ответ от Аллаха И так далее И каждый раз Когда ему Неспослалось Аллах Сфантали Повелевает И говори И проси Аллаха Господи Принож Мои знания Ибн Касир Толкует Тоже Переводит Эти аяты Превыше всех Аллах Царь истинный Пречист И свят Царь истинный Который Сам Является Истиной Аллах Сфантали Сам Истина То есть Его обещания Истина Его угрозы Истинны Его посланники Истина Рай И ад Истина Все Что от Что от Него Является Истиной Его справедливость В том Что он Не наказывает Никого До увещевания И послания Посланников До ведения Довода Чтобы ни у кого Из его творений Не оставалось Довода Против него Или сомнений И не терапись Кураном Прежде чем Будет Закончено Тебе Его Откровение То есть Подобным словам Не шевели своим языком Повторяя его То есть Куран Чтобы поскорее Запомнить Нам надлежит Собрать его И прочесть Когда же Мы прочтем Его То читай Его Следом Нам надлежит Разъяснять Его И это Сказано Тоже в суре 75 С 16 По 19 Аяты Чтобы Показать Мудрость В том Что По кусочкам Понемножку По аятам Были не спосланы Аяты Сура Толь Кадр Ля ля Толь Кадр Сказано То что Аллах Субхан Аталия Не спослал Куран В ночь Ля ля Толь Кадр В ночь Предопределения Да И этот Сур Иншаллах Куран Был не спослан Именно в Рамадан В ночь Предопределения В один из самых Лучших ночей И это Как раз Было не спослано В Байт Аль-Айза В Байт Мамур Тот дом Который Находится На седьмом небе А потом Уже Оттуда В течение 23 лет Понемножку По частям Были Не спосланы Аяты И Аллах Субхан Аталия Повелевает Понемножку Понемножку Заучивать Эти Аяты В нашем случае Тоже Когда мы Заучиваем Куран Когда мы Занимаемся Хифзом Тоже Следует Понемножку По чуть-чуть Двигаться По этому пути В достоверном Хадисе Ибн Аббаз Ради Аллаху Анх Ради Аллаху Анх Умма Сказал Посланник Аллаха Салли Аллаху Алейх Васселям Всегда Испытывал Напряжение Во время Неспослания Откровений Что заставляло Его шевелить Губами То есть Когда На пророка Салли Аллах Алейх Васселям Нисходил Джибриль Алейх С Откровением Свахи Он уже Начинал Двигать Своим Языком Шептать Что-то Губами И это Было Строго Воспрещено Ему И после Он уже Не был Замечен В этом Повторно И так Всевышний Аллах Супхан Алейх Ниспослал Не шевели Своим Языком Повторя Его То есть Хоран Чтобы Поскорее Запомнить Нам Надлежит Собрать Его И прочесть То есть На нас Лежит Миссия Собрать Хоран Целиком В твоей груди И при этом Зачесть Его И только После этого Ты можешь Прочесть Ниспослаемое Вслух Во время Ниспослания Каких-то Аятов Чтобы он Внимательно Слушал Не шевеля Губами Когда же Мы прочтем Его То читай Его следом Нам Надлежит Разъяснять Его И в этом Аяте Сказал Не торопись С Хораном Прежде чем Будет Закончено Тебе Его Откровение Когда Джибриль Алейсалям Приходил Он Смолкал А когда Тот Уходил Он Читал Сам Не забыв Ни единой Буквы Как и Обещал Аллах Суханат Это Сказано В хадисе Бухарии И Муслим И Слова Аллаха Говори Говори Господь Мой Умножь Мое Знание То есть Дай Мне Больше Знаний От Тебя Ибн Уя Я Да Смелуется Над ним Аллах Сказал Посланник Аллаха Продолжал Увеличивать Своё Знание До Самой Смерти В хадисе Со слов Анеза Ибн Малика Да Будет Довольным Аллах Ради Аллах Сообщается Что Незадолго До смерти Своего Посланника Незадолго До смерти Своего Посланника Аллах Всевышний Испослал Ему Откровения Одно За Другим И Он Умер В тот Период Когда Откровений Испослалось Больше Чем Когда Бы То Ни Было И Это Сказано Бухари Муслим Тоже Альхамдулля Какие Именно Хадисы По счёту Тоже Всё указано На слайде Значит В самых Первых Порах Было Понемножку Понемножку Неспосылалось А в самых Последних Уже Перед смертью Аллах Суру За Сурой Аяты За Аятами Неспосылал Внимание Значит Мы просим У Аллаха Дуа Господь Мой Прибавь Мне Знания Робби Зидни Аильма Как обычно Мы с вами Посмотрим Перевод Каждого Слова Фата Аля И Превыше Всего Аллах Аллах Фата Аля Аллах Альмульки И Мульк Мы знаем Это Владыка Всего Или Царь Альхак То есть Истинный То есть Прежде Будет Закончено И Лайка Тебе Вахьи Да Мы знаем Его Неспослание Здесь идет В третьем лице И Говори То есть Куль Мы знакомы С этим словом Куль Там часто идет Скажи Здесь идет Скажи Но в прочтении В аяте Мы читаем Лям не читается Но в нашем случае Нам не понадобится Слово Куль И говорим И не говорим Мы начинаем Дуа Со слов Робби Господи мой Здесь уже идет В единственном числе Зидни Умнож Аильма Мое знание Робби Зидни Аильма Аллах Примнож Наше знание Робби Зидни Аильма Чтобы наши знания Были только Во благо Фиддуня Валь-Ахира Аллахума Амин В чате Вяжу Вопрос Стаза Можно В положении Саджда Как раз Эти дуа Читать Иногда Да Конечно Совершенно Верно Будет хорошо Если вы будете Это читать В земном поклоне Хорошо Если вы будете Читать После Обязательных Молитв То есть Это такие Важные Дуа Которые Дошли До нас От пророка Именно В самом Коране От Аллаха Субхану Атали Через Джибриль Как же Как прекрасно Дуа И Как Сладко Будет Читать Это В земном Поклоне Саджда Иншаллах Доброе 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 Доброе